Всем привет, с вами канал Realtek. Сегодня поговорим о телефоне Xiaomi Mi 9 Lite. Его можно смело назвать облегченным флагманом, но он не такой уж и облегченный. Я пользуюсь им более месяца, расскажу свои впечатления, свой опыт использования и расскажу основные фишки этого телефона. Телефон мне очень понравился. Одна из важных составляющих телефона это дисплей. Он тут флагманского уровня. Сделан по технологии AMOLED 639 дюймов с разрешением Full HD+, плотность пикселей 403 точки на дюйм. Достаточно яркий экран, все достаточно мелкое, не ощущается какая-либо зернистость. Цвета здесь, обратите внимание, более такого холодного тона. Если под большим углом смотреть, немного переходит в желтизну. Вот посмотрите. Экран здесь очень яркий, довольно-таки сочные цвета. Я рекомендую зайти в настройки и включить безграничный экран. Сделать управление жестами. При помощи этой функции вы будете управлять жестами. Это очень удобно. И следующий плюс у вас внизу вот эти кнопки не будут занимать место. У вас расширится экран, будет больше полезной области. Вы будете управлять жестами вот таким вот образом. Следующее, что я включаю, это устранение мерцания функция DC Dimming. Это актуальная функция. По умолчанию отключена. На программном уровне устраняется мерцание. Вот если мы сбавим яркость, можем наблюдать небольшое мерцание. Так вот, если мы включим эту функцию, то на программном уровне убираются эти мерцания. Тем самым снизим нагрузку на глаза. Это особенность AMOLED экранов. И в этой модели эта функция, конечно же, есть. Следующее, здесь есть темный режим. Благодаря темному режиму у вас повышается энергоэффективность. Из-за того, что AMOLED экран, при помощи AMOLED технологии, работает только та область, которая отображается на экране. Все, что черное, не подсвечивается. Соответственно, не портится заряд батареи. У модели, у которых IPS экран, там просто черный фон и идет подсветка всей площади экрана. Плюс вы можете темный режим настроить по расписанию. Автоматически, в какое время, чтобы он включался и в какое время, чтобы выключался. Для того, что здесь AMOLED экран, нам доступна опция Always on Display. Вы можете поставить на экран блокировки любой стиль. Доступно много вариантов. Есть калейдоскоп. Есть аналоговые часы. Каждый может выбрать себе то, что придется по вкусу. Можно цифровые часы поставить. Можно вообще какой-то свой текст написать. Можно выбрать фон. Можно полностью кастомизировать, расцветку настроить. Здесь масса вариантов. Причем на фоне можно показывать состояние батареи и показывать уведомления. Если мы выставим этот пункт, на заблокированном состоянии у нас будет отображаться этот Always on Display. Допустим, я выбрал вот такие часы, где могу посмотреть время, могу день недели посмотреть, состояние заряда батареи и на заблокированном состоянии этим пользоваться. Можно выставить в настройках, чтобы постоянно на заблокированном состоянии работал Always on Display и не тух. Это не сильно будет поедать вашу батарею, потому что, как я и говорил, что темная область не будет подсвечиваться. Можно включить уведомления при выключенном экране. Можно такие вот звезды поставить, можно ритм. Соответственно, вам, когда приходит какое-то сообщение или уведомление, у вас фоновая такая вот пульсация идет. Эта опция тоже доступна благодаря тому, что здесь как раз-таки AMOLED-экран. Технология AMOLED позволяет реализовать сканер отпечатка пальца под дисплеем. Работает довольно-таки хорошо. Тестирую. Еще находил такой мануал. Если мы зайдем в настройки сканера отпечатка пальцев, можно настроить жесты на сканере отпечатка пальцев. И вот если эту опцию мы отключим, я и в принципе не пользуюсь, то якобы сканер должен еще шустрее работать. Он не идеален, но, друзья, он хорошо работает реально. И все четко, молниеносно и быстро. Также распознавание по лицу работает очень быстро. Причем смотрите, как я его настроил. Я беру телефон, не нажимая на кнопку, он понимает, что я его взял. Он у меня пробудился. И я на него посмотрел. Он сразу разблокировался. Он не переходит в экран блокировки, а сразу на рабочий стол. Если вы хотите так же сделать, нужно включить всего лишь навсего две опции. Заходим в настройки. Заходим в активный экран и блокировка. Пробуждать при взятии в руки. Соответственно, мне не нужно при разблокировке нажимать кнопку питания. Телефон поймет, что его взял в руки и он начнет сканировать лицо. И плюс я захожу в добавление данных лица в настройки. И здесь по умолчанию стоит оставаться на экране блокировки. Я эту опцию отключаю и, соответственно, чтобы разблокировать мне телефон, мне, в принципе, делать ничего не нужно. Мне достаточно просто взять телефон в руки. Он понял, что я его взял, активировался, начал распознавать лицо. И сразу я на рабочем столе. И могу далее работать. Круто, не так ли? Если не знали за эту фишку, не забудьте, друзья, поставить лайк этому видео. Это не только для этой модели. Далее, друзья, фишка этого телефона, что индикатор уведомлений находится сзади на надписи Xiaomi. Это не сказать, что идеальное решение, но это уникальность этой модели. Допустим, я заряжаю телефон. У меня индикация будет как раз-таки в надписи Xiaomi. Плюс, если какие-то уведомления будут приходить. Плюс, если у меня играет музыка, допустим. Включил музыку. Она у меня работает как светомузыка. Вот идет мерцание в такт с музыкой. Круто, да? Насчет динамика. Здесь идет монодинамик. Один динамик, не стерео. Но довольно-таки приемлемый звук. На это у меня нареканий нет. У этой модели минимальные рамки. Слева, справа, сверху. Снизу мы видим минимальный подбородок. Сверху каплевидный вырез. Под фронтальную камеру. Очень такой плавный. Хорошо смотрится. Далее, есть ИК-порт для управления техникой. Например, в качестве пульта для телевизора можно использовать и другой техники. Есть разъем для подключения наушников и внешнего микрофона. Если, допустим, видео какое-то писать и вам нужно петличный микрофон подключить, пожалуйста, это тоже можно сделать. Также есть FM-радио, которое работает при помощи наушников. Есть NFC для бесконтактной оплаты с поддержкой Google Pay. Поддержка Bluetooth здесь, что важно, 5.0. Это обеспечит энергоэффективность плюс хорошую скорость передачи данных. Если вы подключите, допустим, Mi Band 4, который поддерживает Bluetooth 5.0, наушники, те же Redmi AirDots, также поддерживают Bluetooth 5.0, у вас повысится энергоэффективность как на телефоне, так и на этих устройствах, потому что 5.0 более энергоэффективная версия. Плюс увеличится дистанция работы, что касаемо Bluetooth. Более стабильная связь будет. Еще этот телефон поддерживает кодеки APTX HD. И важная составляющая телефона – это дизайн. По дизайну он очень похож на флагман Mi 9, который вышел в феврале 2019 года. А эта же модель, она более свежая. Дата выхода – 20 сентября 2019 года. Из внешнего вида качество изготовления идет на высшем уровне. Дисплей покрыт Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Сзади тоже стекло. Торцевые части телефона изготовлены из металла. Эргономика здесь отличная. Очень удобно ложиться в руку, благодаря вот этим закруглениям на корпусе. Если кто-то раньше пользовался Mi 5, который по эргономике был вообще отличный, то поймет о чем я. Эта модель, конечно, она по габаритам больше. А так, смотрите, в Mi 5 тоже такие вот закругления. Похожая очень форма. Что очень порадовало модульный блок для камер. Он смотрится хорошо. Он не громоздкий, он не огромный, как в многих моделях делают. Он сильно не выпирает. Если одеть чехол, который идет в комплекте, то модуль камеры наравне с этим чехлом идет. Чтобы вот не царапался, я еще специальную наклейку на него наклеил. Продается отдельно. И вообще замечательно. Вообще не выпирает получается, а вровень. А если взять другой чехол от стороннего производителя, то даже эта наклейка не понадобится. Камера углубляется в сам чехол. И для камеры это безопасно. У меня, друзья, серый цвет. Он называется Onyx Grey. Мне он очень нравится. Такой вот сдержанный. Доступно еще два цвета. Это синий и белый. Он очень хороший цвет. Очень удачный. Я вот прям этим цветом очень доволен. Отпечатки, конечно же, сзади на корпусе остаются. Но они легко и оттираются. Друзья, три камеры кто-то скажет мало. Но они реально классно фоткают. Хорошая детализация, цветопередача. Основная камера вот эта от производителя Sony IMX586. Со светосилой 1.76. Она идет на 48 мегапикселей. Что поможет делать достаточно хорошие фото при недостаточном освещении. Кстати, 48 это специальный режим. Его нужно активировать. Потому что по умолчанию идет 12 мегапикселей. Заходим в меню. Выбираем 48 мегапикселей. Вторая камера идет широкоугольная на 8 мегапикселей. Чтобы ее включить и выбрать вот этот пункт. И третья камера это сенсор глубины для портретника. На 2 мегапикселя. Благодаря этой камере идет фоновое размытие. Если мы выберем портретный режим. То вот как раз таки эта камера будет работать в комплексе с основной. Для размытия фона. Плюс можно делать однократный оптический зум. Восьми цифровой. Можно вот цифровой. Смотрите я увеличил. И как достаточно хорошо видно. Вот всякие пылинки. Все хорошо видно. Видео может снимать Full HD. 30 кадров в секунду. Full HD 60 кадров в секунду. 4К может снимать 30 кадров в секунду. Если мы зайдем в настройки. Можно включить стабилизацию. Что касаемо видеорежима. Как я понимаю это будет электронная стабилизация. Но все равно более плавные какие-то если резкие движения сглаживаются. Выставим эту опцию. Выбирается профиль для оптимального фото. И подставляется сразу же оптимальный профиль. Фотографируйте. Не нужно задумываться. Система за вас сама подберет. Допустим я выбрал эту функцию. Смотрите навожу на текст. Система понимает что это текст. И делает оптимальные настройки для текста. И так для всего остального. Например для снега. Для еды. Для различных сюжетов. Соответственно система подбирает оптимальный профиль. Подставляет. И вам не нужно пользоваться какими-то настройками. Плюс здесь есть также настройки профи. Вы можете все вручную выставить. Если вы уже более профессиональный фотограф. Тут также отличная фронтальная камера на 32 мегапикселя. Со светосилой 2. Хорошая детализация. Здесь много различных улучшайзеров. На основной камере тоже много улучшайзеров. Там допустим гладкость, подтяжка, нос, подбородок, губы, глаза и так далее. Плюс если мы переключаемся на фронтальную камеру. Здесь такой вот акцент идет. Смотрите подсветка такая интересная. Что переключилась на фронтальную камеру. И что нужно акцентировать внимание именно в ту область. Система намекает нам на это. Это мелочь. Ну довольно таки приятная мелочь. Так смотрится красиво. На фронталку можно делать тоже размытие фона. То есть портретные. Групповое селфи можно делать. Видео можно на селфи камеру Full HD. До 30 кадров в секунду писать. В обычном видео есть функции Slow-Mo. Различных вариаций. Супер Slow-Mo. Соответственно этот телефон подойдет для профессионального ведения Instagram, YouTube. Для каких-то прямых трансляций. Благодаря хорошей фронтальной камере и основным. На камеры у меня вообще нареканий нет. Если кому-то, друзья, этого мало. Есть поддержка камеры 2IP. Достаточно будет найти нужную версию Google камеры. С обычного APK файла устанавливаете. Подключаете конфиг. И все. У вас уже улучшенная камера. Вы можете с камеры выжать максимум. Более-таки детализированные, проработанные фотки уже получать при помощи Google камеры. Здесь тоже это все есть. Нет никаких сложностей поставить Google камеру. Ну и что, друзья. Пришло время поговорить о начинке. В этой модели мы получаем 8-ми ядерный процессор. Тактовой частотой 2,2 ГГц Qualcomm Snapdragon 710. Что я могу сказать за этот процессор? Это надежный и проверенный временем процессор. Достаточно мощный и оптимизированный процессор. Который на текущий момент позволяет играть в довольно-таки ресурсоемкие игры на высоких настройках. И позволяет пройти их без каких-то проблем, без каких-то лагов, подвисаний. Оболочка MIUI здесь тоже идеально работает, плавно. Многим, может быть, хотелось бы лучший процессор, типа 730. Но для этого есть другая модель, Mi 9T, которая дороже. Здесь производитель на чем-то должен все-таки был сэкономить. Ведь за эту цену вы получаете практически флагман. И вот как раз-таки удешевление идет на этом процессоре. Но на текущий момент этого процессора хватает. Для монтирования видео, допустим, на телефоне я монтировал в программе KineMaster. Рендер видео достаточно быстро идет. Вот обработка фото, играть в игры. Что касаемо проработки каких-то программ по искусственному интеллекту. Тех же там есть функция замены неба, есть какие-то улучшайзеры в камере. Все работает быстро. Процессор этот вытягивает это все без проблем. Поэтому этот телефон как раз-таки удешевлен в процессоре. Но на текущий момент, я думаю, на ближайшие два года его хватит. Тип памяти здесь используется LPDDR4X на 6 гигабайт. Причем радует то, что есть две версии этого телефона. 6 оперативки 64 внутренней и 6 оперативки 128 внутренней. Производитель не стал делать какие-то бюджет-вариации. Делает там 3 гигабайта оперативки. Потому что 6 сейчас это хорошо. Нет, есть только 6 гигабайт. А из внутренней вы можете выбрать 64 или 128. Внутренняя память типа UFS 2.1. Причем, друзья, у флагманов нет такой возможности, как у этого телефона. Здесь достаем мы лоток для сим-карты. И здесь первый слот идет Nano-SIM. И второй слот Nano-SIM. Либо есть возможность установить сюда карту памяти microSD. Вам на выбор. Емкостью до 256 гигабайт. Круто, не так ли, да? Далее, видеоускоритель здесь идет Andreno 616. В оболочке MIUI 11 шустро и быстро все работает плавно. Что касаемо тестирования, вот я делал тесты. Можете посмотреть на результаты тестов. Тестировал я на троттлинг 15 минут. Нет никакого намека на троттлинг. Этот процессор хорошо себя ведет под нагрузкой. Он не греется. В играх тоже, если вы играете, достаточно долго. На корпусе, в области, где процессор с видеочипом. Он не горячий. Просто теплый и все. Запускал игры, такие как Танки, Call of Duty Mobile, PUBG, NFS и другие. Идут довольно-таки нормально, плавно. Система, как правило, практически под все игры выбирает максимальные настройки. То есть определяется конфигурация этого телефона. И выбираются максимальные настройки. Не ультра, друзья, а максимальные. Теперь поговорим о программном обеспечении. Приезжает этот телефон с Android 9 Pie и MIUI 10. И сразу же вы можете его по воздуху обновить до MIUI 11. Возможно, он в будущем обновится до Android 10. После обновления до MIUI 11 начинается самое интересное. Ведь этот телефон поддерживает максимальное количество новых фишек в MIUI 11. Этот телефон способен раскрыть все эти фишки. Здесь уже поддержка самой последней версии режима Game Turbo, второй версии. Есть фишки такие, замена неба, допустим. Тут уже как раз-таки включается работа искусственного интеллекта. Масса различных улучшайзеров для камеры. Кстати, у меня вот целый плейлист на канале, что касаемо новых фишек MIUI 11. Если кому интересно, рекомендую посмотреть. Друзья, поговорим об автономности телефона и батареи. Аккумулятор здесь идет на 4030 мА. С поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, которая идет в комплекте. Конечно же с интерфейсом USB-C. Обратите внимание, на полноценном флагмане Mi 9 батарея меньше. Она составляет 3300 мА, тогда когда здесь 4030. Если включить функцию энергосбережения, пользоваться темной темой, связки с экраном AMOLED, это даст хорошую автономную работу. Плюс достаточно энергоэффективный процессор. Если пользоваться с такой емкой батареей и конфигурацией этого телефона, то хватает без подзарядки на 1,5-2 дня в смешанном режиме. Вот я прикреплюсь в скриншот. После оптимизации настроек MIUI 11, что касаемо энергоэффективности, у меня есть отдельное видео в правом верхнем углу, как настроить. Чтобы телефон работал энергоэффективно, я смог пользоваться телефоном без подзарядки порядка 4 дней. Причем, замечу, с активным временем работы экрана 5 часов. Это вообще отличные результаты. Итак, друзья, подведем итоги. Первое. Конечно же, мы получаем флагманский дизайн. Хорошее качество сборки из дорогого качественного материала. Металлические грани идут. Довольно-таки хорошая конфигурация. Есть флагманский AMOLED, хороший экран, с хорошим разрешением, отличной яркостью. В принципе, тут ничего не урезано. Все разъемы, все есть, ИК-порт, NFC есть. Отличное качество фото, видео, фронтальная камера меня тоже очень порадовала. Единственное, процессор Snapdragon 710. Многим хотелось бы мощнее, минимум 730. Но производитель должен был на чем-то сэкономить, друзья. И в этой модели это как раз-таки процессор. В итоге мы получаем флагманский телефон за доступную цену. Из минусов я могу лишь отметить достаточно слабый вибромоторчик. Если телефон у вас лежит в кармане и вам кто-то звонит на беззвучке, то есть огромная вероятность, что вы его не услышите. Потому что телефон достаточно тяжелый, вес его составляет 192 грамма. И вибромоторчик поставили не сильно мощный. Еле-еле его слышно. Вот это вот минус. По остальным позициям у меня нареканий нет. Мне он очень нравится, я очень доволен. На этом все. Если видео было полезно, не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Какие интересные фишки вам нравятся в Mi 9 Lite? Пишите об этом в комментариях. Всем пока.